всем привет ребята вы на канале таежный гость в общем взял эти подшипники и кое-что из резинок сальников прокладок разобрал я общем водомет свой и сейчас хочу его перебрать немножко в общем то и соответственно поставить на дополнительные ну небольшие допы сейчас покажу в общем я уже разобрал все знаете как это как она разбирается если нет то у меня видосики есть как я разбирал вот и собирался от это немножко неправильно потому что сальники я брал и простые сейчас купил вот именно который нужно такое важное ремонтный ремкомплект водометные насадки малая и средняя серия дед вульф и как там правильно дед вульф и соответственно взял и стоять раньше вологодский брал вологодский как он в общем я покажу тоже вот принципе он не отъездил нормально и он еще и живой никаких проблем с ним нет но все же решил то что есть уже комплектика все поменяю и сделаю по заводскому в общем посмотрим что это выйдет но сейчас я разобрал блин там вода как бы есть ну сама подшипник подшипниковый узел все равно вода заходит тут как бы от этого не уйти от как думаю то есть все равно не удержит сальники потому что все-таки напор большой из-за водомета водомет вверх тянет из-за остановка и попадает на сальники и сальники пробивает такие вот дела в общем ребята вот такой коробочки получили обе чайку сейчас надо посмотреть подойдет он не подойдет тоже твои есть нюансы как я смотрел на этом на видео вроде как там зависимость от пластика есть у папка есть не укладка сейчас поедем и посмотрим подойдет он или нет вся прошлую насадочку и соответственно надо собирать уже потому что надо быстро собирать потому что уже это время поджимает времечко такие дела скоро уже ехать ничего не подготовлено так что вот такие дела сегодня жара машина у меня черная и блин прям она нагрелась как я не знаю что в общем я так хотите такая такая вот тема в общем еду и чуть попозже как привычка появится значит вам дальше буду показывать как собираю в общем оставать примерить по факту обе чайку обе чай куда принцем примерим быстро но на принципе подсела здесь конечно зазоры они большие соответственно придется шайбы здесь подкладывать под низ вот не знаю это конечно как так в принципе померяю нарушу ну что же ребятки пришел в общем другую квартиру там короче меня мотор хранится потому что пока никто здесь не живет поэтому такие дела вот более вид конечно такой так что не этот вот соответственно этот хотела улитка вот здесь соответственно этот это сажа здесь получается на быстросъеме сейчас все это вытяну и нам нужно хорошо попасть эта трубка воды она должна попасть вот эту трубку и и надо хорошо сместить совместить чтобы она попала вот здесь надо соответственно смазать сольдовичка здесь сольдовичка мне чтобы это все загналось туда вот такие дела после того как мы соответственно то все загоним надо чтобы шлицы мало попали совместились с лимала микро ответ на все было зашло и после этого уже начнем регулировку непосредственно этого обещайки вот в общем не переключайтесь сейчас быстренько постараюсь ну как постараюсь быстренько не знаю получится нет в общем этот установить улику надеюсь все это займет не очень много времени так как бы не хаотично но все же вытерем соприкосновение соприкасаемые порядке и были более как сказать меньше этого мусора сразу пахнет бензином и чем-то таким вообще не суть важно не суть в общем все это дело здесь то что путику наденем промажем резиночки самое главное чтобы совместить потому что как-то я не совместил эти трубку водозабора и соответственно завел начал ехать у меня короче мотору не вода не циркулирует плага я как бы все это время мы все время досмотрю и соответственно вовремя заметил сразу выключила так мог бы перегреть мотор и соответственно плавить клина так сразу приготовим болты болты с гайками чтобы потом не ложкаться не мучаться не придумываться так как нам это лучше сделать так какой-то получается начито сверху начито начито пошли надо правильно все попадать всегда это получается на самом-то деле довольно так я четко и быстро попал болты где-то тоже прикольная 270 не знаю на нержавейка ничего такого сложного нету сейчас главное чтобы трубку воды совместить ну опять же ничего страшного сняли просто если не заметили то она как бы этот здесь получили щели образуются сейчас тут раз и все еще и нет сразу как бы все то есть от руки а когда вы не замечаете соответственно нету возможности в общем ребятки подначить нам наточил вот здесь края вот так подначил наточил края потому что они все были побиты все края подточил они получается были наклепаны ну из-за того что удары камней было и соответственно внутренней стороне также подточил все подкачил но более-менее сильно как бы точить не стал есть так как бы его вытащить чтобы он был как бы острый то соответственно воду он будет резать легче если опять же за счет этого увеличится мощность вот если улитку отшлифовать на нормальных получается моторах и на насадках этих японских и американских они как бы отшлифованы или тем нехорошие тут получается смотрите какие там и таки зазубрина вещь как правильно сказать это я конечно прошлом году уже хотел точильные руки никак не доходят да и там точить как бы ну вот шлифовать это очень тяжело вот но внутри улитки если это все будет гладким то намного будет увеличится мощность в общем потому что вода будет идти но улитку ровно и соответственно вот это тоже влияет у импеллера чтобы резать лук легче было этого воду и соответственно все поставил в общем как я спросил у производителя то есть этот пластик он меньше подвержен износу как я понял вот если алюминиевый интейк то его соответственно сразу обещайка если алюминиевая обещайка его но камни и все это дело она быстро изнашивает его с пластиком менее пластика в общем меня идет износ вот эти видите как он меняется здесь вот этот меняется здесь зазор потому что небольшой люфт все мы есть средства вы немножко затянули и щупом что засовывайте и подправляйте я поставил рукой удержал и где-то я выставил получается 0 0 7 0 7 в общем поставил 0 7 производитель написал что можно уменьшить до 0 7 допуск от 0 7 до 0 5 вот 0 5 до 7 в общем зазор можно сделать на этих обечайках потому что они меньше подвержены износу соответственно увеличивается тяга не знаю насколько это правда насколько это неправда в общем посмотрим при эксплуатации как он выдержит нагрузки я езжу опять же напоминаю по мелкому галичнику скажем так и по песку то есть соответственно износ будет дикий из-за того что там воды мало а ехать не по большим волном а по гальке и соответственно это все заглатывается сюда внутрь каючи идет эта сетка не удерживает не знаю может быть как-то можно попробовать еще той же сетку делать но опять же чем больше этой сетки с тем забор воды будет меньше и соответственно тяги опять же уменьшится тяга вот если конечно как-то очень мелкие сделать не знаю тоже опять ударка об камень это все будет или держать или нет здесь соответственно мне тоже все наточено потому что здесь мне тоже как бы этот закрепала вот эти видите как согнула я его пытался выпрямить но вот сколько мог не знаю потом еще может попробовать упрямить меня тоже на то чем и все потому что их тоже бьет может быть потом еще пройдусь по ним потому что они тоже не очень нравится в общем такие дела вот теперь соответственно здесь у нас 07 зазор сейчас надо выставить этот индейк туда и все красиво этот притянуть всем ребятки это у меня щуп 08 не знаю как люди это делал просто так шандарахают что лиды и все то есть вот у меня обечайка там внутри и соответственно когда я поставил два болта пусть отсюда и гайки и снизу затянул немножко и соответственно вот она мне дошла у меня тут кого туговато здесь головато и с этой стороны уже туговато здесь получается еще полегче приходит например на труба плюс-минус в общем настроил на 08 не знаю сказали принципе 0705 но настроена на 08 вот я блин баклажан я не затянул вот ту гайку нету гайку не затянул и соответственно теперь все надо разобрать я тут настроил уже все осталось затянуть вообще любез вот это подстава эту гайку затягивать сильно не надо то и затянули от руки как бы ключом немножко дернули и прямо души не надо затягивать вот потом принципе когда мотор будет крутиться он немножко еще удаст получается сюда этого таки он сюда немножко будет идти потому что соответственно когда он крутится он воду тянет соответственно самим как бы на нас и получается сторону нас выдвигается чуть-чуть но это соточки так что как бы сильно роль на не сыграет общем загнул и вид не стал придумывать не стал уже вторую его подложил начал здесь мерить там меньше 06 это в рай 05 может чуть больше 05 там между где-то 0605 поэтому не стал короче придумывать и не стал все-таки не знаю пока не знаю как она себя поведет понятное дело что производитель написал конечно но как говорится доверяй но проверяй все-таки поставил где-то в районе там чуть меньше 08 получается сейчас будет где-то ближе к 07 вот соответственно поставлю проверю сперва если все все себя хорошо покажет то после этого конечно буду уменьшать и соответственно у этого производителя еще запас возьму потому что вот эта обечайка она блин конечно легкая если ее берешь запас допустим как я по горечнику езжу и бы если его взять именно в запас то это как бы но деталька она легкая да она конечно немножко массивная но она легкая соответственно его можно взять про запас куда-то поехал если даже сломалась ну то есть его износило ты спокойно новую поставил никаких проблем вообще париться не надо вот такие дела вот у меня как-то было то что я не доехал 10 километров до крайней точки вот и у меня здесь получается на алюминике на алюминике алюминике на позапрошлом году что ли все стерло и соответственно на ехать не стала была бы у меня такая деталь я бы его просто заменил и дальше у меня поехал поехал мотор это как бы очень важная вещь вот поэтому пока ничего не буду придумывать поставлю так соответственно производитель конечно говорит что 0507 я все-таки поставлю то что я уже знаю то что у меня работало 08 где-то даже чуть меньше вот и думаю сейчас выставлю видите вот это все как бы немножко бегает это не от этого именно в этой обечайке она и принципе бегает в алюминии даже сильнее в алюминии бегать я бы сказал вот так что сейчас поставим от центру имей все будет хорошо очень ребятки вот настроил 08 как бы вот он получается оптуда вот блин все равно не настраивается идеально сюда получается верхнюю сторону она чуть туже золотой пола и здесь получается чуть легче но алюминиевой такая же фигня была я не мог точно устроить не знаю почему в общем здесь она в углу немножко легче заходит здесь она чуть уже заходит да вот верхняя ту же заходит но в общем общем и целом более-менее настроил вот никто это не говорит почему-то то есть они поставили все затянули никаких проблем то есть вот поставили вручную но все равно небольшой люфт имеет обечайка внутри и из-за этого как бы нового точно его настроить что-то я не могу то есть он даже в руку я то есть тут мы не говорим о каких-то сотках тут с десятками как бы даже проблему небольшие допустим здесь я думаю 10 иная короче вот здесь легко заходило сюда тут уже заходит здесь где-то 07 здесь вот соответственно как бы все равно небольшой эллипс или эллипс или не то что даже эллипс она какую-то сторону смещена вот собрал общем я все осталось еще смазать чтобы везде выдавила смазку вот здесь принципе я намазал здесь у меня сегодня намазано с прошлого года здесь у меня все смазано единственное все хочу что поставить этот как его датчик оборотов вот и я думаю все на этом как бы будет пока на этом моторе все отложено не знаю зимой может быть разберу и улитку попробую этот как его отшлифовать хотя я уже три года на хочу его отшлифовать ночью так как как-то никак руки не доходят и если честно даже не знаю как это все отшлифовать потому что внутри руках прям очень там тесно вот вот такие дела подсос прошлом году отваливался этом году я его поставил не дать не дернул что ли он у меня упал вот и что что и а еще здесь я небольшую доработку делал чтобы ехать на моторе надо все время передачу включать из-за этого как бы заводить его стопор идет при заводке я там короче заглушил этот стопор не помню что я сделал ну короче не суть важно легко это все заглушить я его заглушил теперь это я скорость не выключает вперед поставил завел и как бы у меня все время дергается единственное что когда когда газа я даже не помню газ полностью подняли да это нет на дергается дергается передачу поставил и у меня опять же дергается то есть такие дела чтобы не переключать все время потому что я забываю а тут такая тема что если не на не так на нейтральной передаче мотор стоит вот я махи 25 30 если они на нейтральной передаче это опережение зажигать опережение зажигания не до конца идет и соответственно вся мощность не развивается вот такие дела в общем ссылку на обечайку будет внизу в описании оставлю парень я списался с ним в общем и очень все красиво объяснил адекватно есть также видео на эти обечайки где опять же он делает этот как он называется обзорчики на них соответственно это тоже вниз как бы закину то есть он показывает прям жестко их тестирует и соответственно смотрит какая наиболее подходит как его материал структура материал в общем на обечайку вот он тоже показывал у него там не знаю пять видов что ли разных в общем человек как по видео и также как я с ним списался вроде подходит с умом на это дело видать и он как бы тестировал и сам ездил на это и на этой технике поэтому как бы я думаю этот товар годный вот ну по крайней мере по внешнему виду по характеристикам я руках потрогал мне понравилось как очень интересно то есть во первых он легкий во вторых и подобно на все хорошо то есть я поставил соответственно вот тут не настраивается но до конца вот именно вот эти зазоры это возможно я немножко рукожоп или опять же у меня напомню что китайская насадка водометная себя прошлое возможно там как бы свои косяки это я точно не могу сказать но в целом я его поставил он у меня как бы хорошо все сел и в общем пока так я посмотрел его на внешку мне понравилось все покажет конечно же этот поездка то есть я протестирую его пока постараюсь показать как я езжу где я езжу не я езжу как она у меня будет изнашиваться и соответственно после конца поездки я соответственно сниму и постараюсь вам показать это общем ребятки селинами вот по такому горяченьку сейчас я блин так заехал не успел показать так зарядил что прям теперь так мне как-то надо тянуть на данил поснимать спасибо поснимай что-то повидеть там в экранчике кабачки 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 кабачков кабачки Продолжение следует... 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 вот данная модель вот то что мне производитель отправил но это заслуживает уважение заслуживает все-таки этого внимания в общем мне очень понравилось если получится поставлю еще ставочки как я его использовал как ездил по мили и вообще даже не жалел его не парился просто ездил ездил и он не потерял тяги при том что сам производитель рекомендует поставить здесь 05 зазор я поставил 08 вот соответственно он говорит что тяга будет лучше из 05 ставишь и не будешь бояться если даже ты у тебя будет касаться то импеллер просто этот полимер сожрет потому что все-таки он мягкий а здесь же у вас все-таки металл будет жраться об металл и соответственно износ будет импеллера вот такие дела и соответственно вот с такими бороздами вот вот как здесь борозда железный пиллер я стопудово думаю что он не будет ездить потому что у меня вот по крайней мере не ездил возможно если глубже посадить и импеллер сожрет здесь то возможно он будет ездить но фишка в том что все-таки импеллер будет и грызть себя а здесь как был полимер да и полимер полимер просто съесть и все и я говорю он не потерял в тяги на железный с такими бороздками по-любому потеряла вот такие дела делишки вот про общем супер сейчас немножко сниму шайбочки переставлю и его опять в бой если получится опять засниму что с ним стало и что с ним будет во время эксплуатации но прям мне понравилось мне очень понравилось суперская тема вот такие борозды я говорю он не потерял тяги он ехал достойно здесь вот небольшие борозды и начинает терять не знаю почему так возможно пластик как-то убирает завистление или что там вот а вы были ребята на канале таежный гость подписывайтесь не забываем ставим лайки вот такие лайки вот всем добра любви мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего пока